Добрый день! Начинаем очередной вебинар из серии вебинаров «Моя профессия – трейдер». На этом вебинаре будет подробным образом рассмотрен финансовый инструмент пара евро-американский доллар. И, как всегда, в начале каждого вебинара я делаю краткий обзор всей торговой системы «Золотой крест», ее компонентов, вкратце их поясняю, для того, чтобы трейдерам было понятно, о чем идет речь. Итак, аналитическая торговая система «Золотой крест» построена на определении локальных экстремумов цены. Это размак цены по хай-лоу на таймфрейме. Таймфреймом может быть как один бар любого таймфрейма, так и сессионный размах Тихоокеанской, Азиатской, Европейской, Американской сессии. Таймфрейма МТ-4, начиная от пяти минут и заканчивая неделями. Размахом цены называется «Рейндж». Вид рейнджа цены называется «Ценовым каналом» или «Флэтом» и «Трендом». Ценовой канал «Флэт» или «Тренд» всегда находится на ценовых уровнях, историзм явления. Ценовые уровни проявляются повторяющимися ценовыми каналами на истории. Таймфрейм необходим для того, чтобы трейдер четко знал и определял, в каком таймфрейме он работает и на каком таймфрейме он проводит анализ и трейдинг. Обычно анализ проводят на более старших таймфреймах, а сделки совершают на более младших таймфреймах. Отсюда возникает понятие о вложенности таймфреймов. Чем старше таймфрейм, тем длительнее тенденция. Правильно подобранный таймфрейм позволяет трейдеру более грамотно анализировать текущую ситуацию по рынку и находить точки для открытия-закрытия позиции. Необходимо учитывать, чем старше таймфрейм, тем больше стопы. То есть, тем больше стопы для защиты депозита. В системе применяется понятие дивергенции и конвергенции. То есть, дивергенции – это разнонаправленное движение цены и дополнительных индикаторов. Конвергенции – это однонаправленное движение цены и индикаторов. Деревергенции могут быть накопленными, скрытыми. И обычно они свидетельствуют о том, что рынок консолидируется. То есть, флетовая зона. Чем длительнее происходит движение в ценовом канале, во флете, тем больше может быть последующее движение. Наиболее простые торговые системы строятся на основе индикаторов торговой платформы. Таким образом, чем проще понятие торговой системы, тем более четкое их понимание, тем легче трейдеру совершать сделки. Также в систему входят понятия money management. Это управление капиталом трейдером. И риск менеджмент – та часть, которую трейдеры выпускают в рынок для совершения сделок. В трейдинге необходимо учитывать и четко следовать правилам торговой системы. Совершать технический анализ по фундаментальным данным. А техника и тактика трейдинга выбирается трейдером в зависимости от движения рынка. В сегодняшнем вебинаре мы рассмотрим новости. На основе новостей проведем межрыночный анализ. И на примере пары евро и USD будет рассмотрена текущая ситуация на неделю. Новостной календарь, аналитика, опционные уровни могут быть найдены по следующим ссылкам. Итак, переходим непосредственно к финансовому инструменту евро и USD. Новостной фонд свидетельствует о том, что еврозона находится в зоне спада или рецессии. И экономика еврозоны сокращается на 0,6%. Таким образом, трейдеру необходимо искать по прежним историческим уровням этой локальной экстримовым ценой позиций для входа-выхода. Определяются локальные экстримовым ценой на больших таймфреймах. Поскольку эта новость очень значима, то в принципе от текущего положения евро и USD можно ждать снижение пары евро-доллар до уровня 1.19. Многие ведущие банки и информационные агентства снижают прогноз по евро именно по экономике. Наблюдается продолжающийся кризис еврозоны. 9 стран из 17 получили снижение рейтинга. Кредитный рейтинг – это рейтинг, который показывает обычно отношение инвесторов и экономические условия по заемным средствам. Соответственно, если рейтинг ухудшается, то кредитная история и кредитный возврат по каждой отдельно взятой стране и в целом по еврозоне снижается. На кредитный рейтинг очень часто влияет Возможность страны рассчитаться по займам Страны, входящие в состав еврозоны Состояние экономики Валовый внешний продукт Количество трудоустроенных И многие другие факторы По Греции видно, что кризис в Греции продолжается Ожидается сокращение Количество рабочих мест Среди управляющего персонала До 15 тысяч Таким образом Положение Греции Все более и более ухудшается Как видно из новостей Греции постоянно оказывается финансовая помощь Эта финансовая помощь каждый раз имеет некоторые размеры Финансовая помощь может быть прослежена По агрегату Монетарному агрегату То есть по агрегату Как свободные средства Центробанка Европы В другом новостном источнике Видно, что средства снижаются Таким образом Необходимо определить коридор В котором валюта Будет совершать движение В течение Периода Примерно в 3-5 года В 3 месяца полгода Опять-таки повторюсь Суверенные кредитные рейтинги Понижены 9 странам из 17 Это также свидетельствует О снижении доверия инвесторов В той или иной стране Поскольку в основном Трейдеры и инвесторы Это спекулятивная часть То можно сказать Что количество свободных средств Направленных в экономику Той или иной страны Снижается при снижении Кредитного рейтинга Помним, что Греция Договорилась с внутренними Инвесторами О списании 50% задолженности Страны Которым были снижены Рейтинги Это Германия Финляндия Нидерланды Люксембург То есть Все страны Еврозоны Пострадали от кризиса Наиболее худшие Кредитные рейтинги У Португалии и Кипра Общий кредитный рейтинг Стран Еврозоны Стран, которые Составляют Еврозону Свидетельствует Об экономическом здоровье Еврозоны Поэтому Чем ниже рейтинг Тем больше Вероятно Угроза дефолта О выходе Из Еврозоны Очень часто Заявляла Великобритания Греция Также Собиралась Выйти из Еврозоны Известно Что Очень часто Повторяются Забастовки Именно В странах С низким кредитным рейтингом Это Португалия Испания Греция И все это Отрицательно Сказывается На общем Торговом балансе И на производстве В той или иной Стране Как видно Предположение О Снижении рейтингов Делается Заблаговременно Это Иногда Позволяет Стимулировать Руководство Страны И руководство Предприятий К более четкой Кредитной Политике И к созданию Рабочих Мест В общем Видно Что Кредитные Рейтинги Снижены Публикации О Возможности Повышения Кредитного Рейтинга Ту или иной Страны Из этих Девяти Стран Пока еще Не были Опубликованы Также Очень часто На движение Пары Евро И USD Как и Других Мажорных Пар Оказывают Ключевые Опционы С ключевыми Опционами Можно Ознакомиться В интернете Обычный Ключевой Опцион Тем Характеризуется Что Его Защищают И поддерживают Некоторое Время То есть Движение Пары На примере Евро И USD К одному Из ключевых Опционных Диапазонов Может Быть Обусловлена Именно Экспирация Опциона Это Обычно Происходит В 18.00 По Москве Таким Образом На основе Имеющихся Данных С учетом Что Уровень Безработицы В странах Еврозоны Постоянно Увеличивается Здесь Видно Что Четко Достигнута Отметка В 12 Процентов То есть Количество Безработных Постоянно Растет И Колеблется На уровне 12 Процентов На движение Пары Евро И USD Final Gross Domestic Product Квартал Кварталу Это Длительный Таймфрейм Видно Что Final GDP Или Валовый Продукт В еврозоне На протяжении Многих Месяцев В течении Практически С февраля Находятся В отрицательной Зоне То есть Валютные Поступления От проданных Товаров По странам ЕС Сокращаются Видно Что Ожидается Опять-таки Снижение Final GDP Эта Новость Уже Вышла 4 Июля Наблюдается Некоторые Улучшения По Произведенной Продукции Но Все равно Final GDP Еврозона Находится В отрицательной Зоне Файл ГДП Очень Хорошо Связан С Общим Производством Индастриал Продакшн Месяц К месяцу И Видно Опубликованные Данные Основаны На окончании Предыдущего Периода То есть В июне Производство В еврозоне Ухудшилось Таким образом Ожидать Скорого Выздоровления Еврозоны Не следует Отсюда Все эти Новости Новости Могут быть Представлены И Текстовой Лентой И Графическими Материалами Применяются Трейдером Для Принятия Правильной Позиции По тому Или иному Инструменту В этом Случае На примере Евро И Усд Торговый Баланс Вскоре Будет Новость Ухудшается То есть Покупки Произведенной Продукции Для Внешних Стран Это Грия Что Еврозона При сокращении Баланса Центробанка ЕС Находится В стадии Рецессии То есть Нет никаких Экономических И финансовых Новостных Показаний О том Что В Еврозоне Кризис Заканчивается Он продолжается Таким образом С учетом Этих Новостей Я предпочитаю Занимать Позиции По продаже Евро От каждого Хай В ближайшем Будущем Будет Проведено Заседание Г20 Каждый раз В период Важных Политических Средств Или встреч Еврозоны Евро Находится В некотором Ценовом Канале Это хорошо Видно На примере Этого Графика То есть Получается То что Рынки С каждым Годом Становятся Все более И более Регулируемыми Я сделаю Небольшой Перерывчик И продолжим Перейдем Непосредственно К торговому Терминалу Если у вас Есть вопросы Прошу Задавать В чат Также Для знаний За текущей Ситуации По рынку На основе Экстерических Данных Трейдер Очень сильно Помогает Так называемый Отчет По совершенным Сделкам Commitments В тот Или иной Графический Вид Поступающие Данные Понедельно Эти данные В онлайн Режиме Можно получить У некоторых Брокеров Это Торговые Платформы Многие У брокеров В частности Мирус Фьючерс В России Представлен В МД4 Это Боковой График Показывающий Накопленные Тики То есть Все данные Позволяют Трейдеру Очень хорошо Анализировать Рынок И Занимать Правильную Позицию Обычно Цена Движется От Ценового Уровня К Ценовому Уровню Эти Ценовые Уровни Представлены Как Флетовые Зоны Ну и В частности Commitments Of Traders Публикуются В виде Data Sheet Или Листа На котором Указаны Финансовые Инструменты Товарные Контракты Которые Проторговались За прошедшую Неделю И Видны Позиции Некоммерческих Трейдеров Коммерческих Трейдеров Совокупная Позиция И Долгосрочные Позиции Или Занятые Позиции В ту Или Иную Сторону На покупку Или На продажу Итак Продолжаем Отчет Трейдеров По совершенным Сделкам Представлены Все Различные Инструменты Инструменты Которых Даже Часто Нет В Торговой Платформе Эти Инструменты Представлены И В виде Сифиди И В виде Финансовых Инструментов Валютных Пар И Обычно Указывается Полная Позиция Десяти Ведущих Брокеров США Российский Рубль В частности Представлен Канадский Доллар Эта Позиция Представлена На основе Валюты Американский Доллар Канадский Доллар Но Отличие Сифидишек В том От Валютных Пар Что Каждое Движение Можно Проследить И объемы Проторгованные Буквально За каждую Секунду Итак Поищем Евро И УСД Вот Позиция По Евро От 7 От 9 Июля 2013 Года Месяц Число Год Это Количество Контрактов Которые Или Покупаются Или Продаются Общее Количество Контрактов Соотношение Примерно 48 52 То есть Уравновешенная Позиция На графике Это Выглядит Как Торгуемый Контракт По Евро И УСД Находится В торговом Коридоре Как раз Прошедшая Торговая Неделя Скорее Всего За счетом Того Что В ближайшем Будущем Состоится Заседание Г-20 В пятницу 19 Июля Евро Вероятнее Всего Будут Находиться Именно В этом Торговом Диапазоне Торговый Диапазон На ближайшие Дни Прогнозируется В достаточно Узком Торговом Диапазоне Это С применением Торговых Индикаторов Если Посмотрите Старизм Явления То Видно Что В недалеком Прошлом Евро Торговалось Именно В этой Ценовой Зоне Таким Образом Сейчас Наблюдается Позиционная Торговля И Едва ли В ближайшее Время Евро Из этой Зоны Выйдет То есть У трейдера Остается Возможность На протяжении Этой Торговой Недели Работать От Лоу Ценового Канала До Хай Ценового Канала В то же Самое Время Видно Что Прежде Было Хорошее Ценовое Движение И Вполне Вероятно Что Также Можно Торговать На Пробой То есть На Пробой Верхней Границе Прежнего Ценового Канала До Уровня 1.33 По Евро То есть Торговые Техники Многообразны Их Нужно Применять Сознанием И Умением Если Сейчас Открыть Позицию На Покупку Или Продажу Видно Видно Что Евро На На В середине Ценового Канала То Вероятность Получения Риск Менеджмент Это Соотношение Убытков К Профиту Примерно 560-600 Пунктов То есть Трейдер Может Или Получить Убыток В 600 Пунктов 560-600 Пунктов Или Прибыль В этом же Размере Таким Образом Время Для Открытия Позиции Неблагоприятно Это На таймфрейме 4 часа При переходе На более Быстрый Таймфрейм Можно Совершать Сделки От Сессионных Уровней То есть Видно Что Евро На Европе Каждый Раз Снижается И И достигает Уровня Прежней Сессии Тихоокеанская Азиатская Европейская Американская Сессии То есть Интерес К Евро Ослабевает Это Обусловлено Экономической Ситуацией А также Обусловлено Тем Что сейчас Время Летних Отпусков То Сейчас Для Трейдера Предоставляется Возможность Работать Именно В Диапазоне Это Наиболее Безопасный Способ Работы Если У Слушателей Возникают Вопросы Прошу Задавать Их В чат Непосредственно На мониторе Абсолютным Индикатором Является Цена Рейн Цены Все Остальные Индикаторы Ну В данном Случа Я применяю И пивоты Торговлю По пивотам Точка Разворота Точка Разворота Имеет Некоторые Уровни Которые Вычисляются По формам По формулам Видно Что Сужение Торгового Диапазона Вверх Продолжается А Торговый Вниз Торговый Диапазон Вниз Расширяется То есть Таким Образом Ситуация Более Благоприятна На продажу Смотрим Большой Таймфрейм Сутки Видно Что Мак Наход В отрицательной Зоне Опережающие Индикаторы Показывают Снижение К валюте То есть Скорость Покупки Инструмента Торговый Диапазон Определен Как 1.31 1.29 Это На суточном Графике Дальше Видно Расширение Торгового Диапазона От Р1 До Р2 Сопротивление И Расширение Торгового Диапазона От С1 С2 То есть Поддержка Суппорт И Резистанс Таким Образом В Настоящее Время Находится Именно По Инструменту Евро И СД В Торговом Диапазоне Флетовая Ситуация Этот Диапазон Ограничен Размахом Или Рейнджем В 150 Пунктов То есть Это Достаточная Возможность Для Трейдера Заработать Некоторый Профит На более Длительном Таймфрейме Опять таки Видно Историзм Явления Что Евро Находится В устойчивом Флетовом Канале Границы Канала Четко Определены И Показаны И Навряд ли В ближайшем Будущем Стоит Ожидать Выхода Евро За эти Границы То есть Самый лучший Вариант Для Трейдера Работать Именно Именно В торговом Диапазоне Если У вас Вопросы Возникают Задавайте Их В чат Итак Сегодняшний Вебинар Из цикла Вебинаров Моя профессия Трейдер Подходит К концу Как и всегда На каждом Вебинаре Я Объясняю Основные Пункты Торговой Системы На примере Аналитической Торговой Системы Золотой Крест Межрыночный Анализ Это Способ Анализа Рынка По Конкретному Инструменту И Влиянию Новостного Режима На Движение Того Или Иного Финансового Инструмента В частности Товарные Контракты Находятся Отдельной Группой И Они Очень Часто Обусловлены Наличием Переходящих Товарных Запасов Погодными Условиями И Спросом В той Или иной Стране Есть Страны Производители Есть Страны Потребители Но К товарным Контрактам Именно По Продуктовой Группе Мы Ведем На Следующем Вебинаре На Каждом Вебинаре Я Вкратце Повторяю Особенности Торговой Системы Условия Торговой Системы Хорошее Системы Вашим Брокером Трэдинга Психологию Трэдинга То Как Трейдер Управляет Собственным Капиталом Который Он Выпускает В рынок Трейдер Может Находиться Или В средствах In cash Или Out of cash Или В рынке При возвращении В собственный Аккаунт В кэш Наличные Средства Трейдер Подсчитывает Прибыль Или Убытки Риск Менеджмент Сводится К управлению Позицией И Более Конкретно Постановкой И расчетам Стоп Лоссовых Позиций Стоп Лосс Тейк Профит То есть Управление Капиталом Риск Менеджмент Капиталом Который Трейдер Выпускает В рынок Это Расчет Возможных Прибылей Или Убытков В этом Заключаются Основные Понятия Риск Менеджмент Приняв Решение О том Стоит Ли Открывать Или Закрывать Позицию Трейдер Каждый Раз Проводит Технический Анализ По Фундаментальным Данным На Примере Пары Евро И Уз Дэвина Что Фундаментальные Данные Или Макроэкономические Показатели По Еврозоне Ухудшаются Таким образом Трейдеру Остается Только Технично По Технике Торговли Стратегия Это Прибыль Стратегия Включая Технику И тактику Трейдинга Совершать Те Или Иные Сделки По Правилам Торговой Системы Учитывать Различные Способы И Применять Различные Способы Совершения Сделок Работа На Пробой От Хай Лоу То есть От Хай На Покупку От Лоу На Продажу Это В Случае Быстрого Движения Рынка С Большим Размахом Ренчем Или Работу Внутри Торгового Диапазона Это В Случае Флетовой Ситуации То есть Чем Проще Торговая Система И Чем Тщательнее Разработаны Правила Торговые Системы Тем Более Успешен Трейдер Если У вас Есть Вопросы По Текущему Вебинару Прошу Задавать В чат Таким Образом На сегодняшнем Вебинаре Были Рассмотрены Основные Положения Торговой Системы Вкратце И Проведен Межрыночный Анализ По Паре Евро И Усд Определен Ближайший Ценовой Коридор Определены Сессионные Движения Цены По Паре Евро И Усд И В заключении Хочу Сказать Что В Ближайшем Будущем С Учетом Того Что Г-20 Только Приступает К Заседанию Последующие Ценовые Движения Могут Ожидаться Лишь С Будущего Понедельника Движения Движения